МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на Первом Карагандинском. Мы расскажем вам о том, что произошло в четверг, 17 августа. В студии работает Андрей Тенн. Это коротко о главных событиях. Обновленная улица Гоголя станет доступна для транспорта 22 августа. Аким Карагандинской области Герлан Кушанов ознакомился с ходом ремонтной кампании. Более 5000 километров пройдет автокараван, посвященный 350-летию Казыбекби. Участники посетят 10 населенных пунктов двух стран. Памятник культовой архитектуры и истории 19 века, мавзолей Агыбай-Батыра. Сегодня он вошел в список республиканского проекта «Сакральный Казахстан». А теперь подробнее об этих и других событиях. Проезд по улице Гоголя станет доступным. Его откроют в следующий вторник, 22 августа. Эта новость стала известна в ходе рабочей поездки Акима области Герлана Кушанова по улицам Шахтерской столицы. В частности, глава региона проинспектировал работу по реконструкции центральной дороги Караганды. Аким Караганды Нурлана Убакиров подробно рассказал о проделанной работе. Первым делом руководителя области ознакомили с общей информацией по ремонту улицы Гоголя, протяженность которой составляет 5,5 километров. На капитальный ремонт автодороги из бюджета было выделено более 2 миллиардов тенге. Сегодня мы по части, по путепроводу полностью закончили три слоя. Здесь используются три слоя асфальтобетона, полистый асфальтобетон, так как в ней практически отсутствует основание. Это порядка 6 сантиметров нижний слой крупнозерности 6 сантиметров и 5 сантиметров шпионно-штомастичный асфальтобетон. То есть общая черена, так называемая подушка, получается 17 сантиметров. Гарантия здесь будет более 5 лет. Кроме того, в этот перечень вошла укладка почти 4 тысяч квадратных метров технического тротуара и 15,5 тысяч квадратных метров пешеходного тротуара, а также установка пешеходных ограждений, протяженность которых составляет 666 метров. Расширение самой основания дороги мы взяли по 3,5 метра с каждой стороны. То есть здесь работа проводилась и добавили 7 метров. При этом были снесены 3 дома, которые жили, и сделан правый поворот. Здесь тоже правый поворот проводили, работы проводили. Удален был паропровод, который у нас существовал. Стоит отметить, в ходе ремонта была расширена проезжая часть от улицы Складской до улицы Космонавтов, демонтаж паропровода возле кондитерской фабрики, монтаж резиново-кордовых настилов, монтаж водопропускной трубы. Как пояснил Нурлан Аубакиров, улица Гоголь – один из самых масштабных и серьезных проектов, к которому очень долго готовились. На разработку ПСД ушло порядка полутора лет. Проектировщикам была поставлена задача, и они дали проект, при котором мы расширяем данную часть. То есть расширили данную часть на 7 метров, добавили по полосе с каждой стороны. При этом на железнодорожном переезде применили резиново-кордонные, так называемые резиновые настилы, которые позволяют нам не скидывать скорость при переезде данного железнодорожного участка. Появляются правые повороты как с улицы Космонавтов, так и с улицы Гоголя, с целью именно разгрузки основных транспортных потоков. Для этого нам пришлось три дома снести, и сейчас это будет правый поворот на улицу Космонавтов. Общая гарантия на асфальтное покрытие – пять лет. В этой связи особое внимание глава региона Ерлан Кушанов заострил на ливневой канализации. Об этом рассказал председатель подрядной организации, заместитель директора ТОРСУ по ремонту дорог Андрей Андреюк. «Смотреть невозможно. Ну здесь, на этом участке непосредственно, если я не ошибаюсь, 18 ливневых колодцев, которые мы перенесли, раз здесь гускатный профиль, они были расположены в общем-то довольно неудачно, мы были вынуждены все их перенести непосредственно в бордюрные части, чтобы стекающая вода попадала именно в них, а не текла мимо них по проезжей части. Гарантия, согласно договору, пять лет. То есть, если какие-то тут возникнут проблемы, мы их устраняем за свой счет. Убедившись в том, что ремонтные работы подходят к концу, Ерлан Кушанов дал поручение к следующему вторнику, 22 августа, открыть ремонтируемый участок для движения автотранспорта. Сегодня будут завершены основные работы по прямой. Пару дней у них останется еще, чтобы сделать съезды, примыкания. И основная работа будет заключаться на участке от путепровода до улицы Космонавтов. То есть, здесь мы до вторника полностью проведем эту работу, чтобы по прямой открыть дорогу. И как вот сейчас было поручение Акима области, и мы во вторник уже откроем данную дорогу именно по прямой. То есть, отдельный правый поворот еще будут доделывать, то есть, тротуары будут доделывать. То есть, в общем, приводить его, так называемый, в нормальный, сдаточный вид. По окончании визита Ерлан Кошанов обещал проехаться по дороге и осмотреть ее состояние после открытия в следующую среду, 23 августа. Также главе региона доложили о ремонтных работах на других дорожных объектах. По Пришахтинску, методическую завершили, социалистическую завершили, объездную 21 микрорайон завершили. Сейчас большая дорога Зелинского, которая идет, они уже пришли к контактной строительной микрорайонной участке. Ей еще полторы недели. По Майкудуку работы идут, по Майкудуку сейчас работают армстрой. По словам Акима города, подрядчики успевают сроки ремонтной работы уже завершаться к сентябрю. Фариза Албаева, Тулегин Рашидов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандзинский. 19 августа из села Егин-де-Булак стартует международный автокараван, посвященный 350-летию со дня рождения великого оратора, общественного деятеля и посла Казыбек-Би. В состав автокаравана вошли 28 человек. В течение 13 дней они посетят 10 населенных пунктов Казахстана и Узбекистана. Об этом было сказано на брифинге в региональной службе коммуникаций. Более 5000 километров проедет международный автокараван по территории Казахстана и Узбекистана. Автопробег посвящен 350-летию со дня рождения Казыбек-Би. По словам организаторов, проведение автокаравана будет способствовать формированию у населения патриотизма. Главные цели мероприятия – почтить память Казыбек-Би, организовать массовые культурные мероприятия в городах следования, а также посетить места захоронения величайших представителей казахского народа. Спонсировать автомарафон взялось одно из промышленных предприятий Караганды. У казахов есть такая пословица, она говорит, что пока не восстанавливаешь вчерашний день, у тебя не будет полноценного дня завтрашнего. И вот этот марафон и это событие, оно действительно говорит о том, что мы возвращаемся к истокам тех духовных ценностей. Это есть возможность прочувствовать это, понять. По пути следования автокаравана участники посетят 10 населенных пунктов, в том числе узбекские города Ташкент и Наваи. Одно из главных мероприятий пройдет в городе Туркестан Южно-Казахстанской области. Три концерта, а одно концерт будет проходить в городе Туркестан, потому что там захоронен наш пункт Хазахстан-Казахстан. И охват будет составлять по всему каравану 30 тысяч человек. И плюс мы будем в Туркестане тоже встречаться с Туркестанской области, которая находится в городе Ташкент. И, конечно, будет встречаться с послом Хазахстана в Туркестане. Завершится автопробег 30 августа в Караганде. Однако мероприятия, посвященные 350-летию Казабек-Би, будут продолжены. В сентябре в Туркестане пройдет ритуальный аз с участием видных политических, общественных деятелей, представителей творческой и научной интеллигенции, деятелей культуры и искусства. А 15 октября в Караганде состоится республиканский форум «Молодежь за традиционные ценности». Андрей Тен, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Победившие в республиканском конкурсе карагандинцы вернулись из Лондона. Двое учеников городского лицея-интерната «Белеминновация» посетили крупнейший в Европе научно-исследовательский университет Кренфилда, который готовит инженеров высшего уровня. Поездка стала своеобразным призом для победителей июньского республиканского конкурса в транспортной отрасли, организованного Министерством юстиции и Национальным институтом интеллектуальной собственности. Конкурс проводился в конце июня по инициативе Министерства юстиции РК и Национального института интеллектуальной собственности. Спонсором выступил крупнейший в Европе научно-исследовательский университет Кренфилда, что находится в Великобритании. Он входит в систему послевузовского профессионального образования, а также является крупнейшим центром прикладных исследований, разработок и дизайна в Европе. Конкурс проводился с целью углубления знаний и повышения интереса школьников к транспортной отрасли. А дети отбирались по такой технологии, что у нас есть база данных детей, которые участвуют в республиканских, международных, олимпиадах, конкурсах, которые уже знают, как выполнять задания, как ставить стратегию, как ставить вопросы и идти находить ответы на эти вопросы. Конкурсная программа состояла из двух туров практически интеллектуального характера в сфере авиамедалирования. Конкурс собрал 16 команд со всех областей и регионов Казахстана. Команду представляли учащиеся школ и школ-интернатов в возрасте 16-18 лет в составе четырех человек. По итогам двух туров карагандинская команда заняла два места – второе и четвертое. Двоих представителей – Алибека Жарлгапова и Биржана Кулманова – пригласили на семидневный семинар по программе аэрокосмических технологий в Университет Крэнфилда. На первый день у нас была такая задача, то есть дали условно восемь городов, восемь точек, так скажем, и определенный вид самолета. Насколько я помню, так как это было два месяца назад, это был Boeing 747. Дали определенное количество топлива и, естественно, маршрут. То есть нам нужно было рассчитать, за какое количество времени он потратит иное количество топлива. После первого конкурса нам дали домашнее задание, это уже был второй тур. То есть там уже кипела именно командная работа. Нам дали задачу сделать презентацию, сравнить два трансферных рейса. Это Лондон-Пекин через Астану и Лондон-Пекин через Дубай. То есть были предоставлены четыре разных вида моделей самолетов. Boeing 777, Boeing 747 и остальные два Boeing, которые, к сожалению, я уже не помню. Нужно было сравнить не только со стороны физики, то есть, опять-таки же, основываясь на первом туре, не только рассчитать количество топлива, время, но и со стороны геопозиции, со стороны политической позиции. То есть через какие страны он будет пролетать. Семинар, в котором приняли участие казахстанская делегация из 36 школьников и 6 наставников, прошел с 6 по 13 августа Великобритании. Для наших земляков организовали мероприятия, связанные с изучением аэрокосмических технологий. Были и лекции, и практические занятия. В практическую часть вошли полет в аэродинамической трубе и посещение воздушного судна, а также самого крупного в мире дирижабля и национальной летающей лаборатории центра Аэрленд-10. Я думаю, все согласятся, что мы запомнили каждую секунду, начиная от прилета в Великобритании, заканчивая вылетом с аэропорта Хитроу. То есть в самом университете нам очень были интересны каждая лекция, которую давали профессора, у которых минимум 40 лет стаж при полете. Это было очень интересно узнать вообще, как работает эта система. То, что самолеты, они не просто летают с точки А в точку Б, то есть какая команда вообще работает, за что они отвечают. Мы изучали разные самолеты снутри и снаружи, то есть сидели в кабине пилотом. Сами же учащиеся считают это просто везением, а наставники уверяют, что именно в таких ребятах заключается будущее нашей страны. Асель Сазанбаева, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Субтитры предоставил DimaTorzok Хочешь работать в скид? Звони 8771 395 10 93 и высылай свое резюме. Памятник культовой архитектуры и истории 19 века. Мавзолей Агыбай-Батыра – один из самых значимых на территории Карагандинской области. И сегодня он вошел в список республиканского проекта «Сакральный Казахстан». Исторический мавзолей располагается в 45 километрах к юго-западу от станции Киик. Швартпала Агыбай-Казахский Батыр-полководец родился в 1802 году в Улытау. Был одним из представителей освободительного восстания под руководством Кенесары Касымова. Он прославился своим мужеством и был прозван Агжултай-Батыр. В 1824 году Агыбай-Батыр принимал активное участие в восстании против колониальной политики России в Каркаралинском регионе. Сарбазы Агыбай-Батыра неоднократно выходили победителями в боях против регулярных войск Российской империи. Они совершали нападения на военные укрепления Каркаралы, Актау, Акмула и проводили бои вдоль рек. Агыбай-Батыр показал особую доблесть в боях против киргизского Манапа Ормана. Его за успехи в бою называли Агжултай-Батыр. До 1849 года он со своим отрядом нападал на российские крепости. В преклонном возрасте Агыбай жил уединенно, проводил время на охоте, занимался земледелием. После его смерти российские власти не позволили захоронить прах Батыра в мавзолее Ходжа Ахмета Ясауи в Туркестане. И он был похоронен в местности Таяткан-Шунак на границе Сарарки и Бетпак-Далэ. Умер Агыбай-Батыр в 1885 году в местечке Тасарал возле озера Балхаш. Похоронен в 80 километрах от Агадыря. У реки Каратал возле гор Таяткан-Шунак на границе Сарарки и Бетпак-Далэ. На место его захоронения был возведен мавзолей, который сейчас является памятником культовой архитектуры истории XIX века. Сам мавзолей перекрыт куполом, а его колонны завершаются башнями. Сооружение, построенное из сырцовых кирпичей на глиняном растворе, является одним из крупнейших построек из сырцового кирпича в Казахстане. Его размеры по внешнему периметру 9 на 10 метров, общая высота 8 метров, высота самого здания чуть более 3 метров. Местные жители называют это место Батар-Басэ, не называя имени героя. Сам мавзолей был построен в XIX веке и имеет большое историческое значение. Сооружение построено из сырцовых кирпичей на глиняном растворе. Толщина стен Айвана 1 метр. Мавзолей Агабай-Батыра является одним из крупнейших сооружений из сырцового кирпича в Казахстане. И каждый раз проводится там реставрация, ремонтные работы, так как там очень дождливо. Стоит отметить, что это место считается священным. Несмотря на бездорожье, люди с начала лета до поздней осени приезжают сюда. Жизнь Агабай-Батыра, полностью отданная борьбе за независимость казахстанского народа, нашла отражение в творчестве историков и писателей. В романе «Ляса и Семберлина. Кочевники» описаны практически все боевые действия, в которых участвовали Хан Кеней и Агабай-Батыр. Выдающийся казахский ученый Алихамбы Кихан в 1914 году в Казани опубликовал книгу об Агабай-Батыре «Козыл-Кайнар Тик-Турмас». В 1992 году в городе Жасказган Карганзинской области на республиканском уровне праздновалось 190-летие Агабай-Батыра. В 2002 году 200-летие в городе Балхаш. В городе Балхаш установлен бронзовый памятник казахскому полководцу и борцу за независимость Агабай-Батыру. Имя легендарного героя отныне увековечено в истории и в памяти народа. Фариза Албаева, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Бесплодие – это не приговор, а повод действовать. Такое заявление делают специалисты Центра планирования семьи Соломея. На сегодня разработаны комплексные меры и способы, которые помогут родить здорового ребенка. С помощью специалистов Центра уже многие семьи нашего региона познали радость материнства и отцовства. Олеся Захарова рассказывает, как на протяжении 8 лет они с супругом не могли родить ребенка. Уже не осталось клиник, которым бы они не обращались за помощью. Однако положительного результата все не было. Соседи посоветовали обратиться в Центр планирования семьи Соломея. Они сами успешно прошли там курс лечения. И вот в 2011 году у Олеси родился долгожданный первенец. А через несколько лет и второй мальчик. Мы обращались в клинику. Матери ребенка дам нам врач. Один сказал, что у нас 100% не будет детей, только искусственное плодотворение. После этого мы приехали к Маке Резуевне, разговаривали с Маке Резуевной. Она сказала, что я вам даю гарантию, что у вас будет ребенок. И что все будет хорошо. В общем, так и вышло. Я бы посоветовала этого доктора. Это доктор от Бога. На самом деле она очень целеустремленная. Она идет к своей цели. И у нее много результатов. Даже уже у нас здесь в Темиртау я знаю много людей, которые пролечились у нее. И после этого лечения родились дети. А жительница Сарани Айман Тен в 2007 году из-за выкидыша потеряла ребенка. После этого не могла забеременеть около 10 лет. Врачи поставили диагноз бесплодие второй степени. Айман рассказывает, что она обрела снова надежду после того, как обратилась в центр Соломея. С помощью специалистов клиники Айман забеременела. Из-за инсулиновой зависимости врачи настоятельно рекомендовали делать аборт. Но несмотря на это, с помощью сотрудников центра Айман родила здорового ребенка. По Караганинской области я, можно сказать, во всех клиниках побывала. Мне ставили везде бесплодие второй степени. Ну, приехали к Макерезуэне. Как бы Макерезуэне строгая, но все, как видите, вот сынок долгожданный. Думали и кость сделать. Муж настоял, чтобы мы ехали сюда. Мы приехали. Макерезуэна взяла у нас повторные анализы. Провела много процедур. И все. Назначила нам лечение. Вот мы ездили. Главное – терпение. Мы долго ездили. Ну, главное – вот результат. Центр Соломея занимается планированием беременности и лечением бесплодия. Директор клиники рассказывает, что обычно к ним приходят пациенты в тяжелом состоянии. Первая проблема кроется в здоровье семейной пары. А вторая – это уже по части психологии. Именно поэтому в клинике индивидуальный подход к каждому пациенту. Разрабатывается свой курс лечения. И чтобы добиться нужного эффекта, требуется строгое соблюдение назначения врача. Здесь пациенты получают не только лечение, но и рекомендации по профилактике многих заболеваний. Но главное – каждому пациенту здесь относятся с душой. И все эти методы дают многим семьям преодолеть страшный барьер бесплодия. В этом и заключается смысл работы центра. Лечение – это одно, но для пациента очень многое значит, как ты относишься к пациенту. Врач должен любить свою профессию и должен относиться к пациенту так, чтобы этот пациент всегда бежал к этому доктору на помощь. Они так вот пришли, приговор, не может иметь детей, до свидания, ничего не надо искать, надо обязательно как бы внушить в пациента, что этот человек может родить ребенка. Директор Мака Чачуа рассказывает, что в нынешнее время молодежь несерьезно относится к своему здоровью, поэтому у них возникают проблемы. Медики советуют уже с сегодняшнего дня планировать беременность и заботиться о себе. Необходимо также избавиться от мысли, что только женщины могут быть бесплодными. Немаловажную роль в планировании семьи играет и здоровье мужчины. Не сказать, что там есть чисто женское или чисто мужское бесплодие. Это редко бывает. Как правило, часть проблемы мужчины, часть проблемы женщины, но в целом не получается беременности. Оказываем мы здесь комплексную, конечно, помощь тоже и психологическую подготовку, и лечение. Центр планирования семьи Соломея начал свою работу в 2009 году. Сегодня здесь есть высококвалифицированные специалисты, обладающие современными технологиями. Пациенты проходят все необходимые обследования и получают качественное лечение. Бесплодие – это не приговор, заявляют врачи. Каждый человек имеет право испытать радость материнства и отцовства. Это доказали герои нашего репортажа. Андрей Тензи, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. 20 августа во Дворце культуры Горняков состоится международный айтыс, посвященный 350-летию Великого Бия Казахского народа, выдающегося политического и общественного деятеля Казыбекби. В 10 часов утра у здания дворца состоится торжественная встреча поэтов-айтыскеров из областей Казахстана, а также из Монголии, Китая и Киргизии. Входные билеты реализуются в кассе дворца. Кроме того, прямая трансляция айтыса будет осуществляться на светодиодном экране на площади Дворца культуры Горняков. И это все на сегодня. Ждите новостей на Первом Карагандинском, и вы будете в курсе всех событий. Наш адрес в интернете прежний. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин